Некоторые общие прайвы. Миша, Алена, Ага, два, Коля, оба два, Игорь. У вас студийный опыт есть? Студийный опыт, вы за студию ходили? Ну да, я ходили. Ага, все понятно. Очень хорошее начало и принципиальнейшие ошибки. Разберемся. В чем дело? Ребят, когда работаете с натурой, ни в коем случае нельзя делать одну вещь. Показываю всем. Не важно, какая у меня натура, я всего работаю. Если я взял руки и вот так вот смотрю, у вас никогда ничего не получится точно. Одна простая причина. У вас рука дрожит или нет? Ну конечно дрожит. Плюс, вы еще вот так вертите и смотрите с разными сторонами. А теперь подумаем, что получится. Если я затылок нарисовал под этим углом, а нос нарисовал под этим углом, что выйдет? А выйдет совершенно дивный рисунок. Как мы попробуем? Получится, что вы взяли этот череп и вот так согнули, как будто он пластилиновый. Ну потому что вы видите, сразу затылка носа. Теперь вы чуть вот так повернули, а потом вот так повернули. Что получается? Вы взяли его скуловую дугу и вытянули ему скуловую дугу вот сюда. Так что, если уж выбрали точку зрения, с которой вы работаете, эта точка должна быть совершенно неподвижна. И каждый раз проверяйтесь, а верно ли вы на него смотрите. Ну и вам надо как-то вот не его двигать, а с мамой подвинуться, чтобы попасть на точку зрения. Значит, если вам не нравится, как он лежит, вы его хотите как-то иначе расположить. Что делается пластилиновый шарик? Единственное правило совершенно общее, после работы тщательнейшим образом попрощищать. Чтобы не морейшего сходя пластилина нигде не было. А пользуясь такими кусками пластилина, можно развернуть натуру любым образом, как вы хотите. Уберете клавиши, подкладываете. Снимаете их, если он слишком, допустим, высокий, взяли, чуть сняли, подсунули его. Классно. Такого бы он не нравится. Все, все, работаю. Но натуру трогать не надо. Это первое. Второе. Ну, кстати, почти никто этим грехом не грешен. Кроме милых дамок. Но это девочки на болезнь почти у всех. Вы читали о Карлсоне, который живет на крыше? Читали или нет? Да. Помните там Карлсоне картину рисовал? Или не помните этого? А как картина называлась? А что? Петух. Да. Очень одинокий петух. Большая-большая белая стена и в уголке вот такой вот петух. Не делайте одинокий петух. Биологический рисунок на три четверти площади листа. И здесь совершенно не важно, какого размера натура. Вы можете рисовать скелет склона, который там вот такой. Да? Вот на таком листе. Он будет вас занимать, должен занимать три четверти листа. Или рисовать череп мыши или землировки, который вот такой. Он должен занимать три четверти листа. Идея, понятно? Хорошо. Ну и теперь уже по поводу техники самого рисунка и порядка работы. С порядком работы, но вот только Мишка правильно работал. Поэтому я спросил, есть ли опыт. Санатка, давай ошибку. Выбираете какую-то точку и начинаете с нее рисовать. А после начали с затылка. Рисуете затылок, пошли до нижней челюсти. Начинайте вырисовывать во всех деталях нижний челюстной сустав. Потом пошли к нижним челюстям зубы во всех деталях и так далее. А потом, когда вы совсем деталями разобрались, выяснили, что череп-то другую форму. Ну просто ошиблись в форме. И что вам делать? Переделать все с начала и до конца. Поэтому первое, с чего начинаем. Разбираемся в самых главных характеристиках. Вот вы сели, садитесь на такое расстояние. Вот если объект маленький, вы можете пласть рядом с собой. Но уже вот такого размера ни в коем случае нельзя, чтобы вы сидели ближе, чем в двух метрах от него. Вот так. Почему? А я собираюсь разобраться в главных пропорциях. Как это делается? Беру крандаш. Внимание! Вот здесь очень важная деталь. Если на нее внимание не обратить, а продолжать рисовать бессмысленные колючки, как Коля-2, да, то тогда ничего получаться не будет. Рука должна быть вытремлена строго полностью. Если вот так, или вот так, или вот так, у вас ничего никогда не получится. То рука полностью выпрямлена. Большой пальчик, вот так, свободный, ходит вдоль карандаша. И что делаете? Берете кончик карандаша, ставите так, чтобы для вас он совпал с самой левой точкой. Вот с этой. Так? А большой палец двигаете вдоль карандаша, чтобы он совпал с самой правой точкой. Все, я получил засечку, которая будет называться глина черепа. Потом я что делаю? Опять вытягиваю руку полностью и подложу к самой нижней точке. И смотрю примерно во сколько раз длина больше ширины. Как себя продлить? Мне кажется, в два раза. Как себя продлить? Я беру засечку на ширину, то есть высоту, извините, черепа. И откладываю дважды по длине. Раз. Смотрю, в какой точке черепа сейчас конец карандаша. Ага, вот он. На скуловой дуке. Два. Да. Ошился в минус. Ну, примерно на одну десятку. То есть на самом деле чуть длиннее, чем двое. Но в результате я какую возможность получить? А я получил возможность сделать вся на листе. Вот такую рамочку. Три четверти листа. Какие пропорции этой рамки? Длина немножко больше, чем в два раза больше, чем высота. Значит, вот так. И самая левая точка черепа будет вот здесь. Самая правая точка черепа вот здесь. Понятно? Хорошо. Самая нижняя точка здесь, самая верхняя здесь. Ясно? Хорошо. Дальше. Для начала очень неплохой наброс. Черепа волка. И вот теперь давайте смотрим, как себя проверять. С вашей точки зрения, у черепа где самая левая точка? Вот здесь. Ага. А у вас на рисунке? Здесь. У черепа это верхняя челюсть или нижняя челюсть? Верхняя. А на рисунке? Верхняя. Понятно? Да. Ага. Как понять? Вот дайте мне что-нибудь, тетрадочку какую-нибудь. Важно, чтобы вы в прямую углу. Вот здесь прямую углу. Всем понятно, да? Как понять, как соотносится разные участки черепа друг с другом? Вот смотрите на натуру. Ставьте вот так тетрадку. Вот эта кромка вертикальная? Давай. А дальше? А дальше я начинаю двигать тетрадку. Вот мне интересно, где находится вот этот отросток? Он будет называться нашглазничным. Если вертикаль вниз от нее провести, куда она попадет? Итак, двигаете тетрадку, смотрю. Ага. Она попадает на начало выемки нижней челюсти. Опять давайте посмотрим у вас. Вот у вас горизонталь. Так. И вот вы двигаете до начала наглазничного отростка. Опа, нижняя челюсть почти кончилась. Это понятно? Разобрались, где самая левая точка. Разобрались, какая самая правая, где она. Как соотносится высота с длиной. Так. А после этого? Ну вот смотрите, на верхней линии есть и какие-нибудь хорошо заметные точки, которые пропустить нельзя. Ну вот для меня будет вот этот носовой выступ, вот этот выступ. Ну вот с ваших точек зрения для каждого по-своему. А дальше вставьте тетрадочку и смотрите, что же у вас под первой точкой, под этой. Ага, начало плыка. Значит, начало плыка. Провожу вертикальку здесь, да? Вот здесь. А вот под этой точкой что? Ага, основание хищного зуба. Хищный зуб – это вот это самое здоровое. У всех хищников он самый крупный. Вообще-то он относится к щечным. Щечные зубы обычно перетирающие зубы, журналы такие. Но у хищных эти зубы имеют режущую кромку. Видели когда-нибудь, как собаку кости перегрызают? Она кончиком вот так вот грузет или особыть поглубже кость вот так надеваясь? А почему? Скажите, пожалуйста, вы ножницами, проволоку, как будете резать? Самыми кончиками ножницы? Или подвиньте ее поближе к оси? Ближе к оси. Более выгодная реча. Чем ближе к суставу, тем больше усилия. Поэтому вот это, классичных, очень важный инструмент разрезания. И в результате вы получили рамочку, а заодно сноски для точек, что над чем находится. А дальше? А дальше ни в коем случае не работайте с деталями. Все равно их переделать потом придется. Первое, что делаете всегда, это внешний контур. Вот то, что Мишка начал делать. Замкнул внешний контур и после этого детальки. У вас из-за этого ваша лисичка превратилась в помесь собачки с буратино. Вы ей вот так вот вытянули челюсти в нос. Такой длинный-длинный, тонкий-тонкий. Попробуйте сейчас, минут за 10-15, сделать на брусах контура. Хотите с той же самой. Вы, кстати, очень сложную взяли вещь. Череп с нижней челюсти – это очень сложный монтаж. Возьмите хотя бы просто один череп. Вот так будет, попроще работать. Итак, наброска чуть-чуть полтора. Три наброски. А вот другой график. Дело в том, что чем круче изображение, тем сложнее его изобразить. Очень сложной считается задачей изобразить позвонок. Именно из-за того, что на нем очень мало стабиль. Я бы вам рекомендовал взять что-нибудь другого, а не паха. Можно, можно. Что же у вас такая любовь к челюстям? Первый раз отмечаю. Ну, ладно. Вот теперь я уже буду влезать по кругу дня. И давай свои наповедочные расстояния. Дело в том, что вот, а, и вот этот. Он очень простой. Вы его сразу целиком просто не увидите, если вы слишком близко. Надо детальку разобрать, вставили под этим и разобрать. Чем-то не смешиваться. В качестве маркировки вертикали можно взять, ну, даже лист плотной бумаги в катушку. Потому что он был достаточно жесткий. Вот, пожалуйста, как он будет. Двигайте, смотрите, что, как, чем-то. Никаких угольников, тренеек и так далее. Учимся работать руками и глазами. Вот понимаете, если сразу учить ребенка ходить на костылях, а не своими ногами, он никогда не научится сам ходить. А то, что он при этом падает и расшибает таленки в нос, это не страшно. Когда делаете нагрузок, никогда сильно не нажимайте на карандаш. Вот, потому что вам, глядите, линии потом стирать. Линию легче. Так, сели, чтобы вам каждый раз поворачиваться. Не оберитесь, а оба, извините, бога, ради. Сколько оба работают вот сюда, на меня сделаем, вот все встали, взяли стулья. Садитесь на металл, чтобы не вертеть головой и тем более фокусом, а глаза переместить с напорами на свой присуток. Коля, у вас изменился угол, вы не по тему повреждения. Мы договаривались, три четверти листа, да? Три четверти листа, да? Ну ладно, ладно, давайте так. Но в дальнейшем все-таки старайтесь держать себя в руках. Есть еще в планах таких мальчиковых и девочковых ошибок совершенно классических. Значит, когда рисуют барышня, у них на черепе зубки вот такие. И пальчики вот такусенькие. Рисуют парню вот такие зубы и пальчики как в дубине. Да, да, да. Причем почти независимо от того, насколько вольны в технике. Одни в одну сторону ошибаются, а другие в другом. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. В 2,075 раза высота меньше длины, у вас уж никак карандаш не получается. Вот смотрите, если это квадрат, вот это примерно квадрат, у вас длина всего в 2 раза больше высоты, а там 2,075, это значит, вот эта нижняя линия, она вот здесь, вот так, и в результате, а в результате сразу вот что, вы знаете, какую ширину буквы, вы ему делаете, у вас на рисунке какая величина больше, высота глазница или ширина лба, вот на рисунке, оттуда посмотрите. Ну посмотрите, какой отрезок больше, вот этот или вот этот? Это понятно? То есть, на самом деле, вот здесь, ну и так далее. Давайте, вот эту часть уберите. Рамку делать не обязательно, это будет просто помощник в развитии глазами. Но если уже сделали, посмотрите, чтобы она была точной. Иначе она будет только мешать. Спасибо. 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 Она на одной горизонтальной рисунке, или нет, или конкурс? Ух ты, небольшой. Понимаешь, нормальный рисунок, все ускорбивается, очень небольшой. Попробуй примерно наметить зубы на вот этой части. На той дальней стороне даже не рисуй, а вот на ближней стороне. Не во всех деталях, но примерно, чтобы размер был понятен. Тогда тебе проще будет самому себя пролить. Так, ну что мы имеем с буси? Ну, допустим. Давайте, пожалуйста. Интересно, мы действительно почти попали. Когда вы перестанете бореться, то вы перестанете так судорожно жать на карандаш. Вы сами как его стираете, а у вас стоят следы. Вдвое меньше ножен. Боец немного. Очень легкий. О, решил побороть себя. Ну, давай, давай, делай хороший. А вот на черепе, где самая нижняя точка? Правда, в центре получается тогда. Вот, под носом. Вы понимаете? Вы понимаете, что центральная линия, делящая череп на лево и право и планиру, опущена ниже, чем точка опоры. А у вас вот они точки опоры, и ниже просто места никакого нет. Вот именно поэтому не весь лист рисунок занимает, а три черепа, ни одна линия не должна упираться в кромку бумаги. Ну, потому что вы ошиблись, чуть-чуть надо подвинуть, да? Помните, я вот по-русски управлял? Угу. И по-русски у него рисунок. Вот, чтобы осмотрим молодой череп, кладем. Вот высота вот этой зубной коробки. Вот она у тебя, да? Попробуем сравнить с высотой восходящей ветви челюсти. Раз, два. То есть вот эта линия в два раза прямее, чем высота зуба. Ну-ка, теперь давай посмотрим, как на челюсти. Раз, два. Ну, в три с копейками. Есть у тебя милые зубы такой величины. Ну, во-первых, тогда основание плака вот такое. Ну, потому что ширина, вот видишь, вот на основании плака, да? Уж никак не меньше половины птичного зуба. Так. А во-вторых, вот туда пойдет вот эта линия. И вот, куда поедет, сама челюсть намного более массивная кажется. Идем понятно? Давай. А вот теперь внимание, сейчас покажу, проще работать будет. Вот давай посмотрим, как устроена верхняя челюсть. Ну, во-первых, чуть-чуть туда наклонись. Вот в эту сторону. Вот это отверстие, видите? Называется артериальное окно. Отсюда выходит крупнейший, ну, такой здоровый круглосный сосуд для обслуживания мышц верхней губы, кожи на этом участке, внешней стороны носа и так далее. Ну, это просто здесь нормально ровнее. Вот если ты отсюда опустишь вот так прямой вниз, ты видишь, что это кусочек круга. Как никакая не прямая, это кусочек круга. Так. А вот эта, ну, в общем, конечно, она там не идеальная прямая, она пожеланная, вот, но более-менее прямая. Так что, начиная от точки перерастания вот этой дуге, вот отсюда. Зубной ряд идет не так, как ты его сюда повернул. Он ведь должен на парту опираться. Вот вниз сразу резко. Здесь полукруглый, поднялся вверх. И только после этого, вот здесь вот, к концу верхней челюсти. Вот увидел то, о чем я говорил? Да. Хорошо. А теперь, видишь вот этот вот плавный узел, как я его вложу? А как готовим? Что это такое? Ну, здесь клык выпал. С той стороны клык есть. Какого размера клыки? Средний. Средний размер. А вот в этом месте, где он выходит из челюсти, вот полчиной с твой палец. Это средний размер? Да. Это не очень средний. А тепейка работает своими зубами. Почему они при этом ее не вываливаются из пасти? Нагрузка-то, оказывается, вешенная. Ну, потому что теперь же цепляет калачи. Закреплены. Закреплены. А где они закреплены? В основании вот здесь. Ага. Ну, если бы вот здесь. Как называется та часть зуба, которая закреплена в челюстной кости? Слово знаю. Про корень зуба слышал? Не слышал про корень? Ну, бывает. Значит, корень кончается вот здесь. Вот этот выступ челюстной кости. Почему? Потому что там, внутри, глубокая полость зубная головы, в которой находится корень клыка. Кстати, где, по-моему, кончается корень второго маляра, второго коренного зуба у человека, верхнего челюстного. Ну, вот у вас на верхней части вот здесь зубы. Классно. А корень, где кончается у него? В полутора миллиметрах от глазниц. Там тонистенная пленочка. На самом деле, вот видишь, здесь выступы, а здесь ямка. Здесь выступы, а здесь ямка. А куда выступы берутся? Что там внутри? Корма. Корма, конечно. Надежное крепление зуба. Ну, а попробуй сейчас вот эту часть. Так что вот здесь существенно лучше, чем было. Но зато вот это сложное место. Давай вперед. Ну, а теперь давай смотреть. У тебя пока этот череп, контур черепа похож на слегка помятый чемодан. Мне кажется, что вот эта часть скорее похожа на треугольник. Вот так. Вот так и вот так. Ну да. Ну да. Ясно, что это не совсем прямые линии, они вот так идут. Но никакой вот этой части у черепа просто нет. Да, вы видите, здесь нет. Ага. Попробуем намечить вот эту верхнюю орбиту вольницы. И тогда сам увидишь, чем правда нужно. Пока сложно показать. Потому что, как ты говоришь, там немножко. Да, действительно, там немножко. Так, ну, другое дело. Так, значит, а вот теперь, вот границы верхней челюстной есть. Попробуй на ней расположить зубы. Те, которые реально есть, ничего не придумывают. Для этого тебе какую вещь надо понять, Кардашина? Последний зуб, вот он. Если ты вертикалью к нему поставишь, так? Он под чем окажется? Под целью. Ну, вот здесь. Понятно? Так? Вот этот вот угол. А что такое? Я чего-то не вижу. Ага. А он, смотри, где этот угол. Он почти в начале глазницы. А ты его куда задвинешь? Понятно, что он здесь? Вот так. Значит, вот это уберите, перемешаться надо. Вот эта вот часть. И попробуй зубы поставить. Ну, теперь попробуйте с глазницами. Давай посмотрим. А теперь вспомните, что это двое. Вы завязывали уже в мелких деталях. А при этом у вас еще полностью отсутствует вся морда. Вы будете исправлять их до бесконечности. А когда перерусуете морду, вы будете исправлять все целиком. Вот сначала замыкается внешняя контурная, а уж только после этой детали. Смотрите. Угу. Подожди. Вот так вот убери. Прошло бы сразу все это поместить. Угу. Вот так вот. Смотрю. Ой. Коль. Эти можно на шоку гореть. А вот рисовать категорически нельзя. Карандаш надо иметь доходиное, чтобы его удобно было в руке. Держать. Вот смотри. У тебя есть вот этот угол. Да? Нарисуньте. А там есть угол какой-то есть? Да. Точно? Да. То есть вот эта наклонная линия горизонтальная линия. У тебя горизонтальная линия? Нет. Там параметры. Ага. Понятно, что это все. И теперь у тебя звук упирается прямо в эту линию. А там? А там? А там промежуток. Понятно? Так что вот этот кусочек немножко переделать и дальше. Дальше вот эта линия не сюда входит. Она же продолжается. Вот эта площадка широкая. Она вот так вверх туда и ведет. И вот эта линия. Она... Вот смотри, куда она уходит. Вот сюда. Вот у тебя выступ. Ты ее правильно нарисовал? Да? И вот у тебя светлый выступ. А здесь вымок. Который ты опять же правильно нарисовал. Там форма немножко другая. Давай. Давай. У меня нет деталей. Ребята. Первое, самое главное, это внешний комплекс. Все детали пульса. Скажите, пожалуйста, этот звук вот здесь действительно вот так ровным средством? Нет, просто этот прямокодик, чтобы я понимал тело. А, всё понятно. Ну, давайте всё-таки попробуйте фокус передать. Музыковка – это очень сложная штука, даже сейчас не будешь спешить, чтобы напорить. А потом, на что обратите внимание, вот сюда. Ну, посмотри, у тебя здесь остроток. Да, и вот это, опять же, чуть-чуть, как ты говоришь, но это очень важно. Посмотри, что ты делаешь. Площадку вот сюда вот так. А это значит, нижняя сторона чуть-чуть дальше легла вперёд. А это значит, что эта линия не вот так оборвается, а вот так. И у тебя совершенно изменится форма вот всего этого лука. Так что, немножечко здесь поднимай, у тебя у самого глаз хороший. На моё линии внимание не обращай, просто убери и посмотри, как там и сам. Ну, прежде всего, давайте вот что сделаем. Сравним два расстояния. Вот это расстояние, короткое расстояние оглазницы, носовой вырезки, да? Вот оно. И вот это расстояние. Они у вас сильно отличаются? Или нет? Да, они отличаются немножко. Какое расстояние больше, вот это или вот это? Вот это. Правда? Давайте смотрим ещё раз. Согласны? Да. А теперь посмотрите. Там гораздо меньше. Попал на лист и не попал? Не попал. Не попал. В чем дело? Там расстояние гораздо меньше. А там вот это расстояние гораздо меньше. В результате вы очень высоко с длинами гвазницы. Попробуйте всё-таки разобраться с длинами на самом деле. Спасибо. Так, все, я на этом этапе просто не продолжал, чтобы не портить Единственное, для того, чтобы дальше было проще Вот смотри, здесь контакт зуба с костю Смотри туда, это прямая линия или нет? Нет Нет, я не об этом Зуб-то ведь овальный в сечении Да Так что здесь все линии вот какие Посмотри, я это придумываю или это на самом деле так? Созабельно Угу И вот если ты изобразишь, вот здесь только вот сам показал, да? Вот так То в дальнейшем будет получаться все совершенно на другом уровне И вот еще одна вещь Вот смотри, я беру вот эту линию и продолжу вот сюда, да? Она вот так пошла Вот у тебя точка, где линия меняет направление, согласен? Да И у тебя продолжение деления попадает перед точкой Правая точка Правая точка Теперь смотри туда Ну Пригелывай в эту точку В эту точку Вот здесь А это значит чуть более массивно Вот здесь Вот вроде бы пустяк А на самом деле Очень важные детали Понял Понял? Как я показал Соответствие Вот просто мысленно Продолжай линию Смотри, куда они упираются И тогда будет сразу понятно Как построена форма Ой, ничего же я вас напугал В прошлый раз у вас был братино Давайте раз вы ему решили На всякий случай нос дать как следует Что-то так Вмять его Вам не кажется, что челюстная пустяк Вот так уж Во всяком случае Вот сюда Доходит Ну, длинному нему можно А, ну вот сразу на цели Несколько проблемок Вот посмотрите, как вы делаете Нижнюю часть плосницы Вы вот здесь спустили вниз А дальше вот на этом участке Она у вас понижается Эта линия Или горизонтальная Нет? Считаете, понижается? Я это понижение Ну, почти не вижу А давайте смотрим А там на самом деле Вот этот перегиб Вот У вас отчетливая точка перегиба Вот она А на чей-то она есть Ну, во-первых, это не точка перегиба Это плавная дуга А нижняя точка этой дуги вот где Ну-ка давай попробуем опустить сюда Вот И вот к этому зубу приходит, да? Вот Значит, вот Да как бы она пришла к этому зубу и вот сюда надо Что это значит? Карандаш опять А это значит, что плазница Во-первых, идет дальше Вот сюда А во-вторых В округу подъем ее стенки И в округу разворот над глазничным отростком Вот Вот Берем эту точку Самую нижнюю точку Она действительно попадет Вот на эту дуги И теперь Вот эта линия Кончается Вот таким резким углом Или это плавная дуга Которая вот сюда уходить У вас Вот этот угол Вот 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 Скажите, пожалуйста У вас это плавный острый Или тупой? Нет На рисунке А на самом деле Смотрим 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 Ну прям Что им делать? А дело в том, что Самый конец этой линии Не вся она Вот Все Просто Самый конец Вот 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 Этого нет Понятно? Так Ну-ка Давайте Смотрим О, а теперь Существенно Длиже к Оригиналу Да 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 Действительно Глаза Ну-ка Ну-ка С первоначальной Задачкой С первым нагрузком Смотрю Смотрю Все более-менее Справлюсь Ну что делать? Широты Русской души Не хватило Белеста бумаги А вот Ладно Это Зеленый черепах Мостый черепах Крупный Мостый 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 Класс Мостый